всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня рубрика готовлю на несколько дней я уже тут все поставила варить во-первых бульон будем готовить сегодня обычный супчик с вермишелью здесь у меня компот из замороженных ягод тут у меня это порезанная это груша замороженная мне некуда было девать я решила заморозить в общем в компот бросила и ягоды разные там и черника и черная смородина в общем все что есть все кида и цветная капуста это мне давала моя сестричка она у себя выращивала в огороде в общем не такие остаточки все поставила варить все надо потихонечку подбирать надо освобождать морозильную камеру потому что и надо будет потом помыть и ну осенью уже складывать все новое новое туда в общем да ну и что творится у меня за кадром немножко вам покажу мне кто-то писал как сделать так чтобы животные не попрошайничали вот видите на меня тут все обиделись потому что мама ничего вкусного не готовит мясо не дает и вообще вот вот так вот все у меня тоже попрошайничают естественно на кухне они всегда со мной везде со мной всем вот только гунички не хватает бон это тоже видите все на меня разобиделись потому что не дает мама мясо ну что же делать то вот так вот и живем. Ну и теперь буду подготавливать для обжарки лук и морковку. Морковку я натираю на терке. Для тех, кто, может быть, впервые подключился ко мне, да, смотрит мои видео, у меня муж очень не любит отварную морковь, и, ну, даже просто так морковь он никогда не ест, поэтому я в блюда всегда ее натираю на терке, чтобы ее было как можно меньше видно, скажем так. Картошечку тоже сразу нарезаю, и все это буду отправлять в наш супчик. Обжарку я, соответственно, делаю, как вы уже поняли. И буду ставить, обжаривать куриные ножки. Я буду их обжаривать на сковородке, так попросил у меня младший сынок, он у меня очень любит вот куриные ножки, я добавляю не очень много специй, то есть делаю их совсем такими не остренькими, и под крышечку, в общем, отправляю на сковородку. Также сегодня я буду готовить плов. Плов я буду делать из куриной грудки. Вот, соответственно, ее здесь меленько нарезаю, и буду отправлять тоже обжариваться. В плов я также добавлю еще, соответственно, лук и морковь, но морковь точно так же я буду натирать на терке, но не любит у меня муж по-другому. Я к морковке вообще спокойно отношусь, иногда даже с огромным удовольствием запекаю себе, знаете, такой микс делаю из овощей в духовочку, и туда обязательно нарезаю морковку. Мне кажется, она придает такую сладость блюду, мне это очень даже нравится. Вот картошки я люблю, морковь добавлять, но мужу не нравится. Поэтому обычно, если я и добавляю морковь, то я ее, ну, как бы для себя, да, а муж уже просто какие-то другие овощи ест. Ну вот, вот такой вот он у меня. Заправляем наш супчик, вот такая вот у меня, ну как это, вермишелька звездочки, добавляю немного, у меня кастрюлька маленькая, вот там у меня обжаривается мяско для плова курочка, и куриные ножки тоже под крышечкой. Заправляем суп, он у меня практически готов, добавляю соль, любимую куркуму, она придает просто цвет хороший, вот, и вот такие у меня специи, это у меня, вообще это было написано на Herb, я заказывала сухой чеснок, но там травки какие-то еще, очень, кстати, классная приправа. Вот добавляю к курочке теперь морковь с луком, все это буду хорошенько перемешивать, и забыла сказать, что плов я буду делать с нутом консервированным. Вот, также я заранее, конечно же, замачиваю, промываю и замачиваю рис, вот сюда как раз таки добавляю уже в обжаренную, обжаренную курочку с овощами, добавляю водички, и вот такой нут покупала в ленте, я как раз водичку с него и слила, буду туда добавлять. Можно делать с сухим нутом, да, то есть его там как-то предварительно отваривать, но я никогда так не готовила, консервированный только, вот иногда покупаю, иногда забываю, ну, в общем, как-то так, чесночок, немножко соли, и, конечно же, добавляя куркуму, придает такой красивый цвет плову, такой золотистый плов получается. Ну, и еще вот этот вот как раз таки как бы сухой чеснок с травами, да, тоже добавляю. И буду делать еще салат. Вот у меня остатки салата-айсберг, я, правда, как-то начала странно резать его, ну, как начала. Вообще, я делаю вот такие салатики к ужину, вот вообще из того, что у меня есть в холодильнике, нет ничего, ну, естественно, ничего не делаю, да, я имею в виду какой-то салат. А так всегда вот в данном случае у меня получается вот такой салат, да, то есть айсберг, потом беру, нарезаю меленько сюда огурчик, добавляю, ну, так вот, как получится, да, как получится нарезать. Я тоже, кстати, ну, не заморачиваюсь, вот там, как правильно нарезано, неправильно, там, ну, как бы вкусно и хорошо. Вот здесь вот я отрезаю огурчики, это для моего младшего сына, он у меня любит вот есть курочку и пару дольков огурца ему отрезаю, отдельно в тарелочку положу, остальное все в салат. Салат он тоже ест, но на самом деле по настроению. Помидоры, кстати, в этот раз не очень хорошие помидоры, купила в Ленте, но, ну, уж какие есть, да, меленько их тоже нарезаю, тоже добавляю в этот салатик. Можно добавить кукурузу, можно, в общем, все, что угодно, не знаю, горошек, яйцо отварное, все это перемешать, будет очень вкусно, но я вот добавила, соответственно, помидоры, огурцы и буду натирать еще морковь на терке и сюда добавлять. Вот в таком виде, то есть не обжаренном, не вареная морковь, муж еще вот куда ни шло ест. Корейскую морковь он, кстати, очень любит, вот, а все остальное, ну, ну, так вот, вот такое он у меня привереда, разбаловала вполне может быть, да. Заправлять этот салат я буду майонезом, можно просто маслом, но у меня сметанный майонез, можно сметанкой, можно йогуртом, в общем, что у вас есть, что вы любите, тем и заправлять. Соответственно, посолила, хорошенечко перемешала, и вот такой веселенький, весенний, не знаю, салат, витаминный у нас получается, можно еще потереть сюда зеленое яблочко, если оно у вас есть, но у меня его не было. В общем, у меня все готово. Вот такой вот супчик у меня получается с вермишельками, звездочками, вот, видите, куркума придает такой золотистый цвет, как будто вы сюда какой-то этот бульонный кубик, да, бульонный кубик добавили, вот, но куркума мне очень нравится, хотя мне как-то писали, что одна девушка писала, что она купила куркуму, ей очень, она не понравилась, такой непонятный цвет давала. Возможно, все зависит от качества самой специи. Компотик вот такой у меня получился, ну, такой он, грушево-ягодный, на самом деле груши не особо какой-то вкус дает компоту, я уж не знаю, скорее так, для объема, наверное. Вот такой плов с нутом у меня получился, когда вся водичка выпарилась, я его, соответственно, перемешала. Опять же, куркума, видите, придала вот такой вот золотистый цвет плову, очень мне нравится, то есть я, в принципе, куркуму добавляю для цвета и аромата, вот, меня просто тоже спрашивали, для чего я добавляю куркуму, мне очень нравится эта приправа. Жареная курочка для моего младшего, ну, может, и старший поест, может, и муж поест, то есть, ну, как бы, да. Вот, цветная капуста, но она такая не совсем как вот белая цветная капуста, там у меня сестры разные всякие были, вот она мне одну дала, не знаю, что за сорт, если честно. И вот такой вот вкусный, красочный, на мой взгляд, салатик получается, может добавить сюда, кстати, кукурузу, будет вообще очень такой, да, классный на вид, по крайней мере, салат. Вот, так что вот такие вот блюда я наготовила, нам хватит, ну, точно хватит на несколько дней, и все очень быстро, вкусно. Я очень люблю так готовить, я не люблю стоять около плиты достаточно долго, хотя иногда бывает вдохновение. В общем, я на сегодня на такой вкусной ноте буду с вами уже прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Всех люблю, целую и до новых встреч!